ГОСТЬ НА РАДИО 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 И вот я позволю себе цитату из этой самой собаки Ру любимая мною Ведь именно его голосу присуща настоящая петербургская интонация Но тут я думаю интонация имеется в виду конечно не звучание или течение речи А мне кажется именно ваша такая настоящая принадлежность к этому городу верность этому городу и вот то, что вы собственно живете и болеете за этот город. И мне это страшно приятно, поэтому я очень счастлива, что мы с вами встретились в вакууме нашей студии. И мне бы хотелось, чтобы вы... То есть вы не просто говорите, вы еще очень много делаете. И для города в первую очередь мне бы хотелось пару слов, чтобы вы рассказали о школе, которую вы создали в 89-м году. К сожалению, именно тогда, когда я уже школу закончила, и мне не удалось у вас поучиться. Классическая гимназия города Петербурга. Расскажите о ней, что такое классическая гимназия, и как вам, будучи, ну, сегодня модно есть такое слово, селебрити, достаточно известный человек, публичный, как вам удается все-таки еще успевать преподавать историю в школе? Ну, я в советское время был, я вообще специально по специальности экономической библиотеки. Закушил экономический факультет Петербургского университета, и историей стал заниматься сам. И работал я в музее истории города, и был самым модным в городе репетитором по истории. И поэтому программу школьную знал очень хорошо. и видел детей, которые ко мне приходили, это были не худшие дети со всех концов страны, которые ходили приступать в русские вузы. И я понимал, насколько плохо и все хуже и хуже работает советская школа, потому что за 23-часовых уроков я учил детей историю, и они могли ее сдать. А советская школа за много лет не получила. ничего, и они не знали, когда была Полтавская битва между Ким и Ким. И совершенно были еще более невежественные, чем сейчас. То есть никакой отрицательной эволюции не произошло. Можно успокоиться. Вот. И поэтому у меня была идея, что нужно... Я закончил... Я знаю, что вы закончили 29-ю школу замечательную Ленинградскую. Я закончил 30-ю, поэтому у меня было представление о том, какой школа должна быть. Поэтому я хотел... Еще не было идти и классической гимназии у меня, а я хотел основать тяжелую школу. Потому что единственные полтора года, которые я учился в жизни, я учился в 30-й школе. У меня довольно средняя статус по математике. И вот эти, значит, 20 задачек из учебника и задачника Маденова, которые мы должны были решать, и страшный преподаватель Юсиф Векович Ребичек, которого я трясся от страха, когда я его видел. И вот это дало мне на всю жизнь способность какой-то самоорганизации. А одновременно у меня были приятели. А надо сказать, что я происхожу из семьи историков, и отец мой историк был, а дед был очень известный филолог и историк, античник. И он преподавал, значит, там и Демокрита, и Ристофана, и на Истваге, на Филфаке. И приятели у меня тоже были античники. Не были они, они есть. И у них была завещанными учителями идея создания классической гимназии. В России, напоминаю, главным средним учебным заведением была классическая гимназия, то есть такое учебное заведение, импортированное из Германии, где были два обязательных мертвых сыкала, а то и не греческие, два новых. Тогда это были французские и немецкие, а сейчас это немецкий и английский, и плюс сильная математика. И, в принципе, ребенок, если он уже поступил в эту гимназию, во-первых, не всех принимать надо, и главная ошибка до революционной гимназии заключалась в том, что это было обязательно для всех, все равно, как всех детей учить в музыкальной школе. То есть, нужно иметь специальное... Всех советских детей. Да. Ну, почему-то, любых, израильских. Сейчас уже как-то так не принято. Ну, что слуха, так не надо. Ну, и специальные, самые способные дети, у которых есть возможность быстро обладевать языками и математикой, они должны иметь возможность поступления. И вот, в 89-м году, когда власть, называется, ушла, нам удалось путем страшной витальности, настойчивости и скандальности сначала основать два класса в 30-й школе, а потом из этих двух классов уже принять два класса в школу номер 610, это и есть номер классической гимназистики. Сколько сейчас классов на сегодняшний день? в 91-м году, как раз, когда было свернуто КЧП, Анатолий Александрович Собчак дал нам здание на Петроградской стороне, сейчас у нас два здания на Петроградской стороне, и я боюсь сейчас точно сказать, сейчас мы нанимаем по три класса, значит, 3 на 25, 75, это получается по 6 классов. полноценная школа уже. Да, у человека 500-600. И вы преподаете историю? Я преподаю историю. Вот второй вопрос мы помните? Да. Отвечайте. Ну, преподавать историю детям хорошим. Ну, других у вас там нет, насколько я понимаю. Ну, они по-разному хорошие, но, в общем, это хорошие дети. Одно удовольствие. Нагрузка у меня не очень большая, так что я не могу сказать, чтобы это было так обременительно. Материал, в общем, я знаю, поэтому особенно готовиться мне не надо. Дети каждый раз удивляют своими познаниями, способностями, интересами и т.д. А вот мне очень в этой связи интересно задать вопрос, немножко перенестись географически в другое место, мы потом вернемся в Ленинград. Вы в начале 90-х преподавали историю, русскую историю в Соединенных Штатах. И бытует мнение, это естественно клише, естественно глупости, но, тем не менее, в каждой шутке, как мы знаем, есть доля шутки, что у американцев очень однобокое знание истории, европейской тем более, а русской, естественно. Вот об этом опыте два слова буквально расскажите. В любой стране знание истории однобокое, довольно трудно требовать от жителей Уссульска, знание, условно говоря, детали биографии Ататюрка, верно? Это правда. Да, или кто был канцлером Федеральной Республики Германии до Коля. Вряд ли вам ответить на это, поэтому в этом смысле американцы не лучше и не хуже других. Другой диаметр, Америка очень большая, и у них, что называется, дверечки, с одной стороны логические, кем с другой стороны тихие, поэтому подавляющее большинство американцев никогда не бывают за границей, а если бывают, то они бывают в Мексике. У меня есть короткий анекдот. Пожалуйста. Я стою в очереди в супермаркет в маленьком городе Waterville, где я преподавал, и, значит, некая женщина передо мной покупает селедку и говорит, Кассир, слушай, Дебра, здесь написано ирландская селедка, где это Ирландия вообще-то находится. А так говорит, слушай, нет, я не знаю, вот это профессор из Колби, давай его спросим. Док, вы не знаете, где находится Ирландия? Я говорю, мам, это очень просто. Вот вы доезжаете до океана, это 60 миль, пересекаете океан, первая европейская страна Ирландия. Какое познание, Юл и Павел, все-таки что-то. Я всегда думал, что ближайшая европейская страна это Канада. Вот, все в секунду. Вот. Что же касается американских студентов, то да, я бы сказал, что их культурный, общекультурный уровень чуть ниже, чем у их европейских сверстников. Зато у них масса положительных качеств. Они страшно словно коллективной работе, они по-достому очень много работают. Колледж, это нужно понять, это нечто, что дополняет именно общее образование, потому что американская средняя школа, у нее принцип другой, чем классическая гимназия. Классическая гимназия хочет, чтобы ребенок научился работать. А американская школа хочет, чтобы ребенок был счастлив. Это разные вообще дела. Вот он счастлив, при этом он умеет считать, читать и примерно знает имена американских президентов, а колледж ему дает еще общекультурную надбавку, причем он сам свободно выбирает те специальности, которыми он занимается. Вот так что нет, у меня чудесные воспоминания о американских студентов. Ну и вам в конце концов все-таки удалось их чему-то научить. Теперь какая-то часть американцев знает историю русской истории. Да, какие-то из них ко мне приезжают и пара, тройка стали словистами, так что да, какие-то результаты были. Прекрасно. Ну, возвращаемся обратно в Ленинград. Про классическую гимназию поговорили, про другое ваше детище, очень славное, хочется мне тоже обязательно сказать, это дом культуры Льва Лурье, лекции, экскурсии для умных, как написала мне моя сестра Кира, ну, а как пишет опять же тот же журнал Собака.ру, процитирую, дом культуры Льва Лурье, специализирующийся на нескучном просвещении, небанальные лекции здесь читают лучшие люди города. По-моему, совершенно замечательная характеристика, буквально вот два слова хотелось бы, чтобы вы об этом рассказали, но чтобы нам всем, конечно, стало страшно завидно и очень захотелось бы в Ленинград, в Петербург, поскорее бы в дом культуры ваш. Ну, дом культуры Льва Лурье возник там по разным причинам. Он сейчас довольно процветающая частная компания, у которой сайт, на который подписан 12 тысяч человек. Каждый суббот, воскресенье у нас будет по пять мероприятий. Ну, и, в общем, да, мы как-то цветем и развиваемся. Это связано прежде всего с тем, что люди чувствуют недостаток общего образования. Билеты у нас не очень дешевые, поэтому это, что называется, представители среднего класса. Замечательно, что вот в течение тех пяти-шести лет, которые мы работаем, эта аудитория омоложается. То есть, вначале это были в основном мои сверстницы, которым грузбевающие дети начали варили билеты. Варили билеты. А сейчас уже сами дети пошли и внуки пошли. К сожалению, а частично я это объясню не нашим совершенствам, а не совершенствам наших университетов и тем, как они устроены. У нас глубокий кризис. У нас со школами в России не так плохо. Я думаю, что вот как было в наше время, там, 10 хороших школ в городе было, так и сейчас. 10-20 хороших школ есть. Есть выбор. Что касается высшего образования, особенно гуманитарного, вот здесь глубокий кризис. Филфаки превратились в общем в языковые курсы. С эстфаками тоже все не очень хорошо. Способные люди идут прежде всего на те предметы, которые будут востребованы, ну, то есть прежде всего связаны с IT, да. А при этом они чувствуют, что общей культурки не хватает. И они хотят ее получить. Вот это. И вот они получают в доме культуры Льва Ильи. Да, действительно, мы стараемся, чтобы сделать так, чтобы это было абсолютно не занудно, чтобы это был все-таки интертеймент, как это и принято по стандартам, я бы сказал, Ленина Парфенова, да. Вот. В общем, чтобы они смеялись и грустили. А какие темы самые популярные, самые востребованные? Что интереснее всего? Самые разные темы, то есть... Есть же популярные лекции или популярные экскурсии. Я ввожу экскурсию по Коломне, там автобус 60 человек, он дополнен всегда, полностью, да, 2000 рублей стоит билет. Значит, это Великокняжские дворцы, Пшесинская и Синагога. Все интересно. Русскому человеку пойти в Синагогу одно удовольствие. Особенно если это все под эгидой Дома культуры Лурье, где, в общем, говорят, что это для умных и для избранных, это особенно приятно. Прежде чем уйти на очередную музыкальную паузу и после нее уже поговорить о вашей завтрашней лекции, посвященной ленинградской блокаде, мне бы хотелось еще одну очень важную ленинградскую тему затронуть, к которой вы имеете непосредственное отношение, это Сергей Довлатов. Насколько я знаю, вы были инициатором фестиваля, и вы были инициатором прекрасного памятника на улице Рубинштейна. Ну, не совсем так, значит. Вот, расскажите, как так. Я очень люблю Довлатова, и я сообразил, значит, я поставил фильм про Довлатова двухсерейный. И книгу написали. Да, когда мы делали этот фильм, то нам удалось честь Валентина Ивановна Матвиенко, когда он был тогда губернатором города, и было склонно совершать неожиданные поступки, иногда поставить им реальную дожку у Довлатова, что было трудно, потому что по законам городским 30 лет должно пройти со дня смерти, а Довлатова умер в 90-м. Вот. А сейчас, когда, значит, со дня рождения Довлатова исполнялось, значит, сколько у нас, сороковой год, 75 лет, да, то вот мы решили, что этот юбилей пропущен, городские власти по этому поводу не чесались, потому что там был Полтавченко, и мы решили, что мы это сделаем. Это не Дом культуры, мы с моей приятельностью, молодой, такой активной девушкой, Настей Принцевой это делали. И, значит, мы сумели найти деньги, Довлатов дико популярный, и сумели добиться, памятник был изготовлен без нас, но его не разрешали ставить. И нам удалось добиться, значит, с такими тоже абсолютно довлатовскими деталями. Памятник Довлатову построили потому, что поставили, потому что мост назвали именем Ахмада Кадырова. Так как было довольно много недовольных этим обстоятельствам, то решено было, чтобы они все-таки успокоились. Да, уже, чтобы немножко уже... Пожалуйста, вам... Чтобы не вякали. Вот, памятник Довлатова. Вот. Значит, это пьянка, такая, потому что Сергей Донатович был не чушь так. Да, сто процентов. Значит, это улица Рубинштейна, одна из 20 главных ресторанов на улице Европы, по мнению Вошхтон-Пост. Значит, это круглые столы, это кинофестиваль, это спектакли, это разнообразные чтения, это бесплатные экскурсии. То есть, это такой народный праздник. И теперь ежегодно? Да, фобиозом, который является парад фокстерьеров, посвященный памяти фокстерьера Глаше. Глаше, да. Да, мы два года его подряд проводили, вот в прошлом году устали, потому что организовали другую церемонию, гораздо более важную, связанную с 8 сентября, началом блокады, когда люди на улицах читали имена погибших. А в этом году мы возобновим это, и значит, у нас снова будет Дэд Дин Дэй, вроде мы нашли какое-то финансирование, и вроде бы даже город в это дело включился. Так что приходите, если вы будете в Петербурге 8 сентября на улицу Рубинштейна, и выпейте шотта Довлатов. Ну, теперь нужно, а что в него входит? Он зелененький такой, да? По-моему. Да, он какой-то такой, в нем есть какой-то карибский элемент. Я не знаю, почему карибский. Мне кажется, он голубовато-зеленый. Это придумали не мной. Почему я знаю об этом? Потому что им угощали на автопати после показа фильма Довлатов на кинофестивале Берлинале, и все тогда были удивлены, как-то немножко возмущены и смущены тем, что у коктейля такое название, но после пятого как-то уже никого это не смущало. На музыкальную паузу уходим мы сейчас. Группа «Секрет», вот тоже, конечно же, привязка к городу. Ленинградское время на радио «Русский Берлин». Сразу после этого вернемся к нашему разговору с Львом Яковлевичем Лурье и поговорим о завтрашней лекции и о ее главной теме. Гость на радио «Русский Берлин». Ну, а мы возвращаемся, друзья, к нашей интереснейшей беседе с нашим гостем сегодняшним Лев Яковлевич Лурье, петербургский историк, писатель, журналист в гостях у нас. «Русский Берлин». И завтра можно будет услышать и увидеть, собственно говоря, в отличие от радио, Льва Яковлевича в совершенно чудесном, уютном месте на Раненбурге «Штрассе 32», в месте, которое называется «Арт-сити, пипл, креатив, спейс», где Лев Лурье представит свою лекцию, посвященную блокаде Ленинграда и одной из важных тем, наверное, очень часто и много обсуждаемых сегодня, это тема музея блокады Ленинграда, музея, которые, в общем, должны были открыть в этом году, приурочить это к 75-летней годовщине полного прорыва блокады, но вдруг было объявлено, что проект заморожен, музея не будет, и почему музея не будет, об этом подробно Лев Яковлевич расскажет завтра, а сейчас мне бы очень хотелось, Лев Яковлевич, чтобы вы вот на такую тему со мной поговорили, совсем актуальную, сегодня в новой газете, именно сегодня был опубликован материал Анны Наринской о Елене Чижовой, да, я не знаю, что ты читала, да, ну, я не сомневаюсь в том, что вы читали, но я его тоже читала, и случайно он мне попал сегодня на глаза, и именно поэтому я хотела вас спросить о вашем отношении к этой теме, может быть, пару слов вы сами скажете об этом нашим слушателям. Здесь есть некоторые соображения, которые есть у Елены Чижовой, часть этих соображений правильная и верная, и блокада это не история героической обороны города в значительной степени, а это как Холокост, мы же не можем сказать, что Освенцим, это история героического обороны Освенцима, немцы не хотели брать Ленинград, в сентябре Гитлер строго приказал убить Ленинграда голдом и холодом, поэтому в этой смерти не было ничего от борьбы за нашу родную советскую власть, коммунистическую партию, и даже за нашу родину, люди умирали, потому что их убивали, в этом я с Чижовой согласен, что, конечно, не отменяет героизм солдат и офицеров Ленинградского и Волковского фронта, которые действительно воевали с немцами для того, чтобы освободить Ленинград от блокады. История блокады Ленинграда это не история героической обороны, это история героических наступлений, это правда. Вторая же мысль Чижовой относится к тому, что Сталин нарочно подвергал Ленинграду луком. Потому что он его просто ненавидел. Потому что он его просто ненавидел. Представляете, он не абсолютно придуманный, мифологизированный. Сталин был исключительно рациональный человек, он еще так бы долго не царствовал. И поэтому, конечно, он не хотел сдавать город, уменьшать количество своих поданных и так далее и тому подобное. Там есть один очень такой важный вопрос. Он заключается в том, что с ноября по середину января 42-го года по дороге жизни, которая уже была, действительно не осуществляли массовую эвакуацию, а занимались в основном вывозом станков, оборудования и так далее. Что не значило, что продовольствие не шло в ту сторону, оно шло. Но с эвакуацией здесь это война. И это отвратительно жестокий выбор, который заключался в том, что эти станки и эти оборудования должны были выпускать танки и артиллерию для того, чтобы разбить немцев и освободить ленинграды блокады. И только в январе было принято решение о массовой эвакуации. Вот по подсчетам моим с моим соавтором Леонидом Малеровым могло быть спасено примерно 300 тысяч человек. Больше на 300 тысяч, если бы своевременно начали эвакуацию. При том, что вообще сама дорога жизни это пример самой эффективной эвакуации в истории человечества, так что ее примешать не надо. Также еще раз скажу, что общий пафос в чужой мне понятен, я его разделяю. Что касается вот этого отдельного ее замечания, оно мне представляется абсурдным, и зря она так подставилась. Но, тем не менее, это какой-то сейчас назревает беспрецедентный абсолютно случай, потому что это один человек, это не организация, или, например, не телеканал Дождь, который когда-то оказался под угрозой закрытия из-за вот этого опроса, может быть, нужно было сдать Ленинград вообще, не жертву. Дождь оказался жертвой, с одной стороны, конечно, власти, а с другой стороны отвратительной редактуры. Я еще раз говорю, что Гитлер не хотел брать Ленинград. Даже если хотели ему сдать. Второй ответ тоже очень простой. Немцы оккупировали часть Ленинграда, город Пушкин. В городе Пушкин от голода и холода умерло в процентном отношении больше людей, чем в Ленинграде, потому что из 125 блокадных грамм тоже не было. Я уж не говорю про евреев. Здесь все понятно. Так что дождь тоже, значит, нельзя сказать, что это у них от мудрости шло. Ну, конечно, слушайте, существуют охранители в нашей замечательной стране, которые, как собаки, вцепляются во что угодно для того, чтобы каким-то образом прицепиться к славе не их предков, я бы так сказал, и как будто лучи от этих медалей за оборону Ленинграда как-то им перепадут. Да, ну, это из той же серии, мне кажется, что когда начинают люди обвинять в том, что они, например, недостаточно хорошо скорбят. Да, естественно. Или там уровень скорби вот какой-то у них не соответствующий. Да, пилотку не одел, да. Да, и то же самое с Чижовой, мне кажется, человек высказал свое мнение, ее обвиняют, по-моему, чуть ли не в реабилитации нацизма или фашизма, или, в общем, какая-то там статья прямо под это дело выделена, что, конечно, мне кажется, никакие вороны. Нет, никто не думает, что это дело будет для меня с перспективой. Ну, о нем говорят, тем не менее, да? То есть это президент, в любом случае. всегда-всегда кто-нибудь к чему-нибудь придерется. Но мы защитим Чижова. Вот это я хотела от вас услышать, Евг Яковлевич. Это очень важно, потому что Елена Чижова, кроме того, что она человек, да, у которого, в общем, такая тяжелая блокадная история, она прекрасный писатель, и букеровский лауреат, и, в общем, было бы странно, если бы вот из-за того, что человек выразил свое мнение. Речь идет, друзья, просто вам объясню об эссе, которое Елена Чижова опубликовала в газете Ной Цурихи Цайтум, в швейцарской газете, и вот от этого все пошло, ее стали, собственно, вот обвинять в том, что она недостаточно хорошо относится, может быть, к памяти, и вот эта вот цензура, опять любимая всеми, цензура отношения к блокаде началась. Все-таки два слова про музей хотелось бы услышать от вас. Вы только что за эфиром, Лев Якович, обмолвились мне, что собираетесь создать музей. Я так понимаю, что речь идет о частном каком-то проекте, не о государственном. Каковы перспективы все-таки городского музея? И что вот это... Я слышала или читала интервью с ИО губернатора Бегловым, который говорил об открытии множества филиалов, даже назвал это мозаикой из филиалов блокадных музеев. О чем вообще здесь речь и какая перспектива и куда, собственно, идти людям, которые хотят узнать о блокаде? Ну, людям, которые хотят узнать о блокаде, надо идти в публичную библиотеку и прочитать там большое количество или любой книжный магазин. Надо сказать, количество книг, которые посвящены блокаде, хороших, серьезных и объективных сейчас очень много. В отличие вот советского времени, когда их просто не было, и кроме книги Гранина и Адамовича, не было, собственно, ничего. Вот. Что касается музея обороны Гринграда, значит, проблема заключается в том, что понятно, что тема блокады для каждого Ленинградца и предка является святой, что по этому поводу у всех есть своя точка зрения, что существует Елена Чижова, существуют ее оппоненты, и понятно, понятно, что сама экспозиция музея блокады не могла не вызывать дискуссию. Так как у нас в сентябре будут выборы губернатора, то это, собственно, официально и было сказано, что так как вот споров так много, то давайте вообще это, чтобы вот этого не было ничего. Тем более, что наш главный кандидат губернатора господин Беглов, он не демосфен, ему довольно сложно участвовать в публичных дискуссиях. Вот. Поэтому решено он по-другому пути. У нас был и маленький музейчик блокада на Селеном переулке, основанный такой знаменитый Людмила Николаевна Белова в 89-м году. Довольно жалкий музей. Жалкий, потому что он был, я бы сказал, что это такая амортизированная в советском духе экспозиция, например, Ленинскую комнату. И главное, что тема такая, да, миллион человек только, значит, во время Хулакоста было потеряно больше. То есть, вторая по величине гуманитарная катастрофа 20-го века невозможно показывать три комнаты в пятимиллионном городе. Вроде бы, Министерство обороны пошло навстречу городской власти и было решено выделить много помещений в этом здании. Здание историческое, потому что там был музей обороны открытый в 44-м году, так что, как бы, это все более-менее ничего. Ну, и кроме того, значит, вот, чтобы возместить отсутствие этого монумента, решено, что и в других местах будут открыты какие-то локальные музеи. Пока что они не открыты, только слава. Строительная компания некая обратилась к Дому культуры. Они купили большой участок земляной в Требятской стороне, где стоит давно не действующий Левашовский хлебозавод. Он действовал во время блокады, и это памятник конструктивизму. И они решили, как бы, выплатить какой-то долг моральный. Поэтому в части этого здания они решили создать вот этот самый музей блокады. Мы собираемся сделать даже не музей, а нечто вроде такой гражданской часовни, которая будет посвящена тому кварталу, где стоит этот завод. В каждом Ленинградском доме погибло от ста человек большого. Значит, это и будет список неким образом репродуцированных, некое, так сказать, печальное шоу, посвященное людям этих домов. Будет постепенно гаснуть огоньки по пропорциональному количеству жертв. И мы из светлого города 41-го года переместимся к концу весны 42-й в относительно темный и страшный город блокады. Это очень хорошая идея. Вы сказали, что зачитывали вы во время вот этой акции на улицах города имена погибших. Неужели вы зачитывали больше миллиона имен? Сколько времени я вот начал церемонию судьи журналистов на Ревском проспекте 71-й и провел там полчаса. И люди менялись и читали. Мы брали каждый раз дома, которые находятся рядом с тем местом, которые мы читали. И вот я ушел через полчаса, когда только-только кончили дом Рубинштейна по улице Рубинштейна 1. и начали переходить ко второму дому. У нас сейчас есть такой Юрий Вульф, журналист, который решил как раз это сделать. То есть все люди могут прийти к нему в какое-то место или это делать у себя и начитать максимальное количество имен. И это чтение, оно продолжается как-то днями. Я не помню, уже сколько дней нужно, чтобы прочесть. Вот это не миллион, это 600 тысяч установленных. Но это производит сильнейшее впечатление. Могу себе представить. Но это безусловно очень благородная акция, не менее благородная, чем вот эти так называемые камни преткновения. Вы знакомы с ними наверняка. Берлинский проект камни преткновения у домов. У нас есть еще кричащие имена тоже под ногами. У нас есть еще такой проект, который ведет московский журналист Сергей Пархоменко. Это забытые имена, то есть это те, кто арестован в 1937-38 году. Дощички на домах, откуда они убили, выведены. Этот проект явно навеян с Берлином. Но при том, при всем, что я понимаю уже с 1937-38 года, блокады примерно в 100 иногда в 1000 раз больше из одного и того же дома. Друзья, к сожалению, час подходит к концу. Задала я Яковлевичу Лурье вопрос, где можно узнать как можно больше о блокаде. Ответ его вы слышали. Ну а те, кто хочет узнать уже прямо вот сейчас, прямо завтра, приходите в Art City People Creative Space на Раненбургус трассе 32. Завтра в 7 часов 30 минут состоится лекция Льва Лурье у Ленинградской блокады и о том, почему нет музея в Ленинграде. Лев Яковлевич, огромное спасибо за то, что пришли. Много есть вопросов, но я надеюсь, завтра будет, наверное, возможность с вами поговорить тоже еще и после лекции. Друзья, не забывайте, в 7.30 завтра в Art City Space встречаемся с вами и с Львом Лурье. Спасибо. Огромное спасибо до встречи в нашем Берлине, который, как вы сказали, вам тоже пришелся по душе. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok